Лежат бесхозные и никому не нужные деньги. Видимо, так подумал один казанец, увидев на газоне на Оренбургском тракте сложные металлические крышки от канализационных люков. Как монетизировать это сокровище, он придумал тут же. За погрузкой металлических изделий в автомобиль его и застали полицейские. К слову, автомобиль был не его. Грузоперевозчика он нанял, водитель утверждал понятия, не имел, что принял участие в краже. Чем все закончилось, расскажет Алина Мусина. А что случилось, можете сказать? А я могу сказать, сотрудники полиции закон, незаконные требования выполняют. Они занимаются беспределом. Один из задержанных, по рассказам очевидцев, имея признаки алкогольного опьянения, при виде полицейских стал вести себя очень вызывающе. Чтобы мужчина не натворил бед, его движение ограничили наручниками и посадили в патрульный автомобиль. Полицейские заподозрили его в том, что он воровал крышки люков. Сам же задержанный рассказал свою версию произошедшего. Они в кучу валялись, просто вот он, как куча есть. Я начал грузить, как у него куча есть. После этого меня задержали. Приминар, незаконная сила. А что хотели с ними делать вы? У меня там приемка. Как рассказали, на месте происшествия мужчина заказал грузовой такси. Наемный водитель о криминале не знал, а потому приехал на указанное место, даже не подозревая, что невольно стал соучастником предполагаемого преступления. Получается, он вас выслал через обед и вот сюда, да? Вы приехали, стали ждать. Да, он тебе будет ждать. А вы не знаете, что вы лики будут? Я не вижу, а вы там 10 лет, белые ящики, взять сюда. Во время погрузки на место приехали полицейские. Тогда же начались и следственные действия. Я прошу законное требование своего, чтобы приехал прокурор. Я хочу насоздать заявление на сотрудников полиции. Они мне не дают возможность это сделать. Прокурора на месте мужчина не дождался. Всех, кто участвовал в погрузке люков, полицейские доставили в отдел полиции до выяснения всех обстоятельств. Наемную машину же пришлось эвакуировать на штрафстоянку. После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Алина Мусина, Эрад Назипов, Адель Малахметов. Вызов 112.